Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем на портале Экзегет читать книгу Судей. Книга Судей Израилевых. На еврейском языке ее название Шофтим. Шофет – это судья, Шофтим – это во множественном числе судьи. Те, о ком повествуется в этой книге, они, между прочим, не только судьи, они не только судят Израиль, израильский народ, но они являются и такими харизматическими вождями. Теми, кто получил свою харизму напрямую от Бога для того, чтобы управлять народом Божьим и спасать его. Это вожди Божьего народа. Речь идет о предмонархической эпохе. Как долго продолжалась эпоха Судей? Ученые спорят. Нет здесь единогласия. Это зависит во многом от датировки исхода. Датировки исхода из Египта, датировки заселения израильскими коленами Ханаана и, соответственно, временем Иисуса Новина. Иисус Новин умирает. Этим оканчивается книга Иисуса Новина. Книга Иисуса Новина предшествует книге Судей. И начинается период, долгий период Судей. Последним судьей был Самуил. Но о Самуиле, о Шмуэле, мы читаем уже не в книге Судей, а в книге, которая так и носит название, книга Самуила, книга Шмуэля. В русской традиции это первая книга царств. Первая и вторая книга царств у евреев называются книгой Шмуэля, Самуила. Там мы читаем о последнем судье, Самуиле, который помазал на царство двух первых царей. Царя Шауля и царя Давида. Саула и Давида. Ну вот, книга Судей. Она по размерам не маленькая, не большая. Средняя. 21 глава. Если посмотреть на содержание этой книги внимательно, то членение предлагается такое. С третьей по шестнадцатую главы это основная часть книги. Основная часть, где говорится о 12, может быть, 13 судьях. Это смотря, как считать, об этом я чуть позже скажу. Первые две главы можно считать вводными. Впрочем, некоторые считают и начало третьей главы тоже вводным. Вот эти введения или введения первые главы, первая-вторая главы, потом центральная часть, третья по шестнадцатую, основная часть книги, основное содержание. И, наконец, завершается книга двумя прибавлениями, двумя аппендиксами. Первый аппендикс 17-18 главы, где говорится о некоем Михе, который занимается идолопоклонством, который является нелегитимным священником, и которого нанимают представители колена Данова, донитяне вот эти, они повествуются о том, как они отправляются в поход для того, чтобы захватить определенную территорию на севере. Вот все это истории, истории, связанные с Михой, или Михой, и с вот этими донитянами, с его святилищем, с его истуканом, этого Михе повествуются в 17-18 главах. Говорится о том низком нравственном состоянии народа в эпоху судей. Вот это такая зарисовка дана, как пример низкого морального состояния этой самой эпохи предмонархической. Каждый делал то, что считал справедливым, не было царя. Вот второй аппендикс, объемлят три главы, 19-20-21, заключительные главы. В нем говорится о грехе жителей Гивы Вениаминовой и о той расплате, которая их постигла за этот грех. Постигла не только их, но все колено Вениаминова. О первой гражданской войне, войне всех колен против вениамитян. И, опять же, урок, который извлекает читатель из этих глав, насколько низким было нравственное моральное состояние израильского общества в эпоху судей. К этому как бы подводит читателя сам текст, к такому выводу. Наконец, завершается книга таким резюме. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это рефреном повторяется и выше несколько раз, когда говорится о грехах и преступлениях, творимых в израильском обществе. Некоторые квалифицируют книгу Руфь так же, как аппендикс. Еще один аппендикс, и действительно, письменная традиция священного писания и литургического употребления священных книг, восходящая глубокой древности к раннему средневековью. Иудейская традиция иногда присоединяет книгу Руфь к книге судей. И вот эта традиция потом перекочевала и к нам, христианам, но она не сохранилась в иудейском распределении книг священного писания. Как мы знаем, книга Руфь, действие, которое происходит в эпоху судей, находится в Танахе, в еврейской Библии, в третьем разделе, в разделе писаний, к Тувим. Но вот, если считать, что количество книг еврейской Библии 22 по количеству букв, то тогда, чтобы достигнуть этого числа, в частности, предлагается присоединить книгу Руфь к книге судей. Это, конечно, искусственное присоединение, хотя и в книге Руфь, в написании книги Руфь, мы читаем, что в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле и так далее. Это то, что касается членения книги, книги судей. Теперь обратим внимание на главных действующих лиц, на персонажей этой книги. Обычно выделяются шесть великих судей. Шесть великих судей – это Гуфуниил или Отниэль, Аод, Эхуд, Барак, Гедеон и Фай и Самсон. А куда же девать Девору? Девора, да, она судила Израиль, но вот ее, поскольку это одновременно происходило вместе с Вараком, который был судьей, то обычно Девору приплюсовывают к Вараку. Считается время правления Варака, не Деворы. Да, во время правления судьи Варака была еще и Девора. Вот получается шесть. Кто такие эти великие судьи? Это герои-освободители. Вожди, герои, освободители. И их происхождение различное. Они происходят из разных колен. Характер у них разный. Действуют они очень по-разному. Но у них есть одна общая черта. Каждый из них получает особые полномочия. И, что самое главное, особую благодать, особую харизму от Бога. Напрямую от Бога. Его никто из людей не поставляет. Сам Господь его избирает и поставляет судьей его Божьего народа. И вот эти напрямую избранные Богом харизматические вожди, судьи, вот эти шесть, которых я перечислил в привычной на нашему русскому уху произношении. Гофониил, Аод, Варак, Гидион, Иефай и Самсон. Вот они выполняют миссию. Миссию спасения собственного народа, израильского народа. Спасения от иноземных захватчиков. Они, как говорится, спасают Израиля. Малые их иногда насчитывают шесть, иногда насчитывают семь, включая в это число Самгара. Вот если считать Самегара, Авимелеха, Фолу и Аира, Есивона и Елона и Авдона, получается семь. Но если мы вычтем Авимелеха, который был из колена моносийной, который был узурпатором и правил, желая даже царствовать целых три года, вот тогда получается действительно шесть. За вычетом получается Самегар, Авимелеха вычитаем, Фола и Аир, Есивон, Елон, Авдон, получается тоже шесть. С Самегаром шесть, получается, без Самегара пять. Ну, Самегар, Самегара все-таки следует считать, поскольку он действительно назван судьей, малым судьей, он судил Израиля. Вот, а вычитать, наверное, надо, чтобы было шесть плюс шесть, чтобы двенадцать было правителей, да, двенадцать судей, шесть великих и шесть малых, вычитать следует Авимелеха. Вот, а Девора тоже судила Израиля, но в число официальных, что ли, вот, судей она не входит. Довольно долго они правили, были из разных колен, колено Иудина, колено Вениаминова, Ефремова, Нефалимова, Моносида, колено Иссахара, Завулунова, колено Данова, Самсон был из колена Данова, вот, совершенно разные колена, да. Вот, а правили они обычно долго, но не все правили долго, вот, Иефа, один из великих правил всего шесть лет. А вот, скажем, Гофониил, Отниэль, правил сорок лет. Ворак при помощи Деворы правил тоже сорок лет, Гедеон сорок лет. Вот, некоторые вот из малых судей, которые лишь вскользь упоминаются, ну, обычно называется их имя, их происхождение, из какого колена, сколько лет правили и где погребены, вот, поэтому их деяния особо не опьянят. Написываются, поэтому их относят к числу малых. Вот, среди этих малых есть тоже довольно долго правившие. Фола, 23 года, Иаир, 22 года. Некоторые правили недолго. Иефа, Исион, 6-7 лет. Узурпаторов и Мелех, 3 года. Самсон, 20 лет. Все по-разному. Период судей, время их правления, приблизительное, конечно, время, точно мы определить не можем, мы подсчитать, кто сколько правил. Эпоха Аода, Эхуда. К этой эпохе, ну, почти 80 лет. Не может человек править 80 лет. Да, и порабощения, от которых судьи спасают или во время которых они правят, чередуются с годами, с периодами свободы. Вот эти порабощения происходили со стороны разных иноземных завоевателей. Израиль покорялся, подчинялся, порабощался разным окрестным народам. Моавитяне, Амманитяне, Амаликитяне, Филистимляне, Хананеи, Мадеанитяне, потом опять Амаликитяне, Амманитяне, опять Филистимляне. То 18 лет, то 8, то 20, то 7, то 40 лет при Самсоне, Филистимляне. Народ израильский был порабощением Филистимлян. Но если всё вот это действительно так суммировать, подсчитать, то по некоторым подсчётам получается 410 лет. Если же дата исхода считать не XV век, а конец XIII, начало XII, то или вообще даже середину XII, по-разному датируют исход. Есть ранняя датировка XV век, есть средняя датировка, есть поздняя датировка XII век. То тогда 410 лет никак не получается, потому что X век – это уже первые цари. Ну вот XII-XI век остаётся. А получается период правления судей – 299 лет, по тем данным, которые сообщает нам сама книга. Период порабощения, если все их суммировать, опять же не всегда точно можно определить первое порабощение филистимлянами. Ну получается 111 лет. 111 плюс 299 – 410. Ну это всё условные датировки, конечно же, и у нас нет других источников помимо книги судей об этой эпохе. Нет других библейских источников, да и экстра библейских, в общем-то, почти нет. Итак, книга «Судей» по-гречески «критай», что тоже означает «судьи». Глагол «шафат» – «шин» – «пей» – «тед» означает «судить», «творить суд», но также «защищать». Судьи творили суд, судили народ, разбирали какие-то дела судебные, тяжбы, но основной функцией было то, что они защищали свой народ и спасали от огнетателей, от поработителей. Вот поэтому некоторые из них так и называются спасители. В 3 главе, например, в 9 стихе, мы читаем о том, как Господь дал Израилю спасителя по имени Гофониил, или в еврейском тексте его имя звучит «отниэль». Книга «Судей», 3 глава, 9 стих. «Возопили сына Израилевы ко Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилем, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевого». Точно так же назван чуть ниже, в 15 стихе, следующий судья, Эхуд, в русском тексте Аода обычно. В 15 стихе мы читаем «Возопили сына Израилевы ко Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры». Спасителя. Левшой был. Вообще книга построена вся по единой схеме. История какого-то судьи строится по единой схеме. Во-первых, грех. Израильтяне впадают в грех, грех идолопоклонства. Почитают Ваала, служат Астарте, и за это Господь посылает им наказание в виде иноземных захватчиков. Наказание тяжелое, и израильтяне начинают вопиять к Богу. Они сожалеют о своем идолопоклонстве, вопят, кричат к Богу, и Господь слышит этот вопль. Господи, спаси нас, сними с нас это иго поработителей. Слышит этот вопль, посылает им, дает им спасение, посылает им спасителя, судью. Судью спасает через судью очередного, и опять все, по новой начинается, цикличность такая. Опять они после, умирает судья, опять они через какое-то время впадают в грех идолопоклонства, опять наказание в виде уже других захватчиков, опять они вопиют к Богу, опять Господь посылает им судью, который их спасает. Следует сравнить с эпохой судей. Вот эти судья, о которых мы читаем, они как бы вне критики, за исключением узурпатора Авимелеха. Его священный писатель подвергает критике. А вот цари, которые будут после судей править Израилем, они правят по наследству, не по прямому назначению Бога. Они, особенно это характерно для Южного царства, они правят один за одним в рамках одной династии. То есть, один, династия Давида, ну, первый царь был, у меня династия не сложилась, династия Саула, но вот начиная со второго царя с Давида правит Южным, сначала всем Израилем, потом Южным царством иудейским правит одна династия, династия Давидидов. На севере одной династии не сложилось. Было несколько династий, которые сменяли одна другую в Северном Израильском царстве. Но все равно это передача власти по наследству, от царя к царю. Судьи – это не наследственная форма правления. Форма правления до... Можно ли считать ее государственной? Ну, какие-то зачатки государства, конечно, были, но это родоплеменной строй, судья... Нет регулярной армии, есть народное ополчение, судья правит израильским народом по прямому указанию Бога, правит, как бы показывает силу Божию в своих действиях, Господь являет свою освободительную силу через действия того или иного судьи. И судьи критики не подвергаются обычно. А вот цари, если мы читаем внимательно Священное Писание, почти каждый из них подвергается в той или иной мере критике со стороны Священного Писателя. Критическое отношение со стороны тех, кто составлял Священный Текст. Северные цари все под огнем критики священных писателей, южные цари, из них трое хороших, положительных царей, персонажей. Остальные все тоже в большей или меньшей степени подвергаются критике за свои грехи, преступления, за то, что творят бесчинство, занимаются долопоклонством, несправедливо правят и так далее. Три царя, которые вне критики, это Давид, это Езикия, Хискиягу, и это Юшиягу и Осия, три царя. Всего лишь из десятков других царей. И все три на юге, на севере ни одного. Вот осудьи, в общем-то, исключительно положительные персонажи. Такая идеалистическая, довольно идеализированная картина истории, домонархического периода истории израильского народа. Такой же самый взгляд мы находим и позднее, в эллинистическую эпоху, на эпоху правления судей взгляд. Например, в книге Иисуса сына Сирахова, Бен-Сира, в 46-й главе мы читаем о судьях Израилевых такие слова. 46-я глава книги Бен-Сира, 13-й стих. «Также и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось и которые не отвращались от Господа, да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего и имя их, да перейдет к сынам в прославлении их». То есть Бен-Сира, автор этой неканонической книги, очень поучительной, он хвалит их, восхваляет судей Израилевых за их верность, за их преданность Богу. Как здесь сказано, их сердце не заблуждалось и они не отвращались от Господа. Они были верны Богу, не отвращались. Преданы были Господу. В Новом Завете в послании к евреям, в 11-й главе мы тоже встречаем похвалу в адрес судей. И там они восхваляются за свою веру. И вот эти судьи Израилевы, согласно автору послания к евреям, входят в это облако свидетелей, дохристианских свидетелей истины. Вот некоторые вводные замечания, касающиеся той книги, которую мы начинаем читать. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!